Всем привет! Надеюсь, вы удачно пережили черную пятницу и смотрите это видео на новом смартфоне или плазме. Для тех, кто выше этого, кратко подведем итоги главной распродажи года и вспомним, чем в мире технологий запомнились две последние недели. Поехали! Люди продолжают тратить все больше, а ходить в магазины все меньше. В этом году на черную пятницу в США в интернете потратили 7,4 миллиарда долларов, при этом 2,9 миллиарда пришлись на покупки со смартфонов. Рынок мобильных покупок за год увеличился более чем в два раза, так что скорее делайте мобильную версию своему сайту, если еще не. Компьютеры для работы, мобилки для развлечений. Икеа сделала дизайн будущего для жизни на Марсе и других планетах. Как говорится, не Илоном Маском единым. Пока мы с вами оценивали рынок распродаж, дизайнер Кристина Левенберн думала о космосе. Она приехала в пустыню штата Юта и оформила станцию в икеевском стиле. Установила минималистичную модульную мебель и лампы с теплым светом. А из России новости не самые веселые. Закон о предустановке российских приложений на смартфоны все же подписали. Теперь ждем браузера Amiga на своих айфонах сразу из коробки. Производителям, вероятно, ничего не остается, кроме как подчиниться или уйти с рынка. Что ж, хейтеры Safari, такого будущего вы хотели? Еще грустного о дизайне. Джонни Айв официально ушел из Apple. С предустановкой российского софта на айфоны это никак не связано. Просто хочется человеку разнообразия. Определение твоей личности как дизайнера во многом состоит в том, как ты смотришь на окружающий мир. Он работал в компании с 1996 года, а недавно его удалили со страницы руководства Apple. Айв собрался уходить еще летом, но теперь ушел с концами в собственное дизайн-агентство, где он сможет работать над совсем разными проектами, автомобилями, зданиями, а не только гаджетами. И это все новости на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить главные технологичные новости недели. Пока!